Живя И мы падая знаем, шеренга сомкнется И это все, что понять удается И мы снова рождаемся в тех же тисках После спецопераций в наших мозгах Но я помню, когда-то мы были посеяны ветром И не верили, что станем скоро картинками ретро Как пилоты последних надежд первых аэропланов И останется только запах мечты На осколках разбитых стаканов Горький запах мечты на осколках разбитых стаканов Живя в материальном мире В огромной, но тесной квартире Где один уходит, когда приходит другой Кто-то гордо пилогом, кто-то красной страхой И, наконец, мы признаем, что время Дало все, что можно по заданной теме И что все-таки ночью незачем спать Если знаешь слова, те, что должен сказать И мы не будем скорбеть о любви и залечивать раны Пусть летят над землей наши аэропланы И пусть никогда не придется Коснуться земли опять Ведь одно только важно Не разучиться летать Ведь одно только важно Не разучиться летать Живя в материальном мире Живя в материальном мире Привет! Как я не устаю говорить со страниц своего великого влога Поляна рок Петербург — это такое место, где каждый день найдется Какое-нибудь интересное мероприятие Я сегодня в клубе The Place Как вы догадались, это место Это место очень атмосферное, аккуратное, интересное С приятным антуражем, замечательным звуком Где проходят чудные концерты, фестивали И вообще андеграундные альтернативные сборища И здесь сегодня такое чудное сборище Которое называется Соборище Соборище Анастасии Мурсич Приглашаю вас провести небольшой вечерок Посмотреть выступления участников этого самого Соборища Моё выступление тоже И некоторые интересные и забавные рассказывания Сегодня здесь накрытие сезона 13-го Соборища Соборище это такой творческий союз одиночек А это музыканты, художники, что-то вроде клуба Собираются раз в месяц на разных крупных площадках И радуют друг друга и публику своими новинками Вот сегодня у нас, кроме закрытия сезона, еще вот такая новинка Мы презентуем второй сборник Соборища Здесь и чистые поэты, и поэты, круто играющие на гитаре И театральные режиссеры, которые тоже пишут стихи В общем, Соборище, оно на той Соборище Это Собор и еще Мы собираемся ради творчества Это традиционное мероприятие или какая-то разворация? Мы раз в месяц, в течение 13 лет, собираемся в разных клубах Маленьких, больших, андеграундных, более таких элитарных Ну, по-разному бывает По твоему мнению, какая, может быть, была самая удобная, самая интересная площадка Соборища и самый, может быть, запоминающийся момент Что-то такое, самое яркое На что, может быть, пришло больше всего людей Или, может быть, было какое-то выдающееся выступление Ну, я немножко иначе перефразирую в своей голове твой вопрос Чтобы никого не обижать вдруг, да? Значит, важно вот что Именно в этом клубе Плейс, где мы сейчас Было первое Соборище в жизни И мы целый год, вот первый год жизнедеятельности Соборища Собирались именно в Плейсе Потом там нас судьба отсюда увела Тут поменялась администрация Им уже было не очень интересно наши всякие поэтические истории И вот большое счастье, что нынешняя компания нас привлечает И мы здесь проводим не только Соборище Но и большие электрические концерты, антивоенные фестивали Много хорошего Обычно народу приходит много Все теплые, позитивные, интересные Но на открытии и закрытии сезона По традиции всегда самые интересные концерты Так что вам повезло, что вы именно сегодня с нами Отлично По ходу пьесы будет И презентация, разведка и рассказ Чрезвестный сборник и книжки Тут вот сегодняшний Из интересных, таких как бы значительных для более широкой аудитории Можно сказать, что Михаил Башаков Здесь книжки Но Михаил Башаков Завтра день рождения Так что это подарок ему, можно сказать, прямо на день рождения Он должен был тоже сегодня быть с нами Но из Америки возвращается поздно Не успевает Но мы ему книжку презентуем Здесь еще есть Вадим Курылев Который наше все Вот он будет, конечно, на презентации И сыграет несколько песен Тексты которых есть в сборнике Специально приезжает из Москвы Ника Ратомская Такая тоже крутая Крутая музыкант Вот она на самом деле тоже прекрасные стихи пишет И сама их исполняет Вот Ника тоже здесь в книжке Ну вот Алексей Брынзин Который недалеко тут от нас сидит Тоже будет песни петь Ну, сами все увидите Круто будет круто Слушай, а пару слов о своем продюсерском центре Чем он занимается Чем ты занимаешься В чем смысл, фишка Я раньше сама себе была Мурка Пост Вот мне нравится кто-то поэт, музыкант И я давай его, значит, продвигать куда могу В СМИ, например, да Значит, наше агентство занимается продвижением творческих проектов Так как я люблю андеграунд У нас оно скорее не коммерческое, чем коммерческое Трудно это назвать бизнесом Но так как что-то мы можем сделать Вот то и делаем Значит, в сети занимаемся продвижением Занимаемся приглашением на концерты Тоже сами делаем концерты, выставки, гастроли Ну, примерно так Самые яркие, самые интересные проекты, которым занимаются Конечно, электропартизаны Зови кого-нибудь еще Нет, нет, я почти шучу Для тех, кто знает Электропартизаны Просто последние три года У меня на лбу, наверное, уже выгравировано Электропартизаны Хотя у нас много разных Разных подопечных В той или иной степени Вовлеченных в проект Некоторых, например, мы просто Делаем инфопост в сети И все, и на этом заканчивается наше сотрудничество Некоторых мы ведем долго Там, ну, несколько лет Ну, в общем, некоторым просто помогаем Иногда Ну, по-разному Какой для тебя может быть Самый важный критерий Когда к тебе обращаются за помощью В раскрутке, скажем, начинающий музыкант Может быть личная симпатия Может быть что-то еще Ну, если материал интересный Ну, что это значит Самобытный Да, без фашизма, без нацизма Искренний Ну, конечно, мы будем работать Так как все-таки Ну, большой поток разных Разного уровня артистов Да, обращаются к нам Иногда, ну, там, как бы Это коммерческий проект Я понимаю Да, мы там за небольшую денежку Рекламируем то, что может быть Не очень близко Но серьезно заниматься таким проектом Конечно, мы не будем Если проект стоящий Мы можем и бесплатно что-то сделать Это называется, знаешь, лишняя миля То есть у нас есть прайс там какой-то Такой копеечный на услуги Если я могу что-то сделать сверх того Бесплатно, ну, конечно, мы сделаем Мы дружим с разными онлайн-радио Можем туда позвать наших артистов Вот на всех наших фестивалях От мала до велика Наши музыканты участвуют всегда Ну, в общем, что можем, то делаем Извини, я не успел посмотреть подробно Еще подглавление книги Твои стихи входят в подборку? Да Ну, я же матерь соборища Пользуясь случаем Я сюда, конечно, вставила и свои стихи Сейчас листала, пока ехала в метро И думаю, чем я руководствовалась вообще Я собираю такую подборку Я не знаю, почему именно так, а не иначе Соборище — это творческий союз одиночек Мы собираемся ради того, чтобы делиться радостями и горе С теми творчеством, с теми, кому это нужно Кто это понимает Вот Так что регламент мероприятия такой Группа, поэт, автор-исполнитель Примерно так будут чередоваться Мальчики, девочки, музыканты, поэты Все прекрасные У нас принято хлопать громко Когда артист выходит на сцену Когда он уходит, еще громче хлопаем Можно кричать, топать В общем, как вам нравится Но главное — с любовью Все, открывает сегодняшнее соборище Группа «Север» Добрый вечер, дорогие друзья Мы группа «Север» И где-то в глубине души мы тоже барби Я надеюсь, вы это услышите В наших песнях «Север» Играет музыка Я каждый день вижу смерть Я вижу войну Вся наша жизнь Похожа на плен Самому начать Что все хорошо Больше нет сил Все это клей Все это клей Пейзаж Растерданных дней В огромной толпе Каждый сам за себя Мы стали похожи На диких зверей Мне нужна куда доброту С тем, что называют слабость Я лучше пулю вопущу Чем жить как все Изображая радость В воздух, пожарах, сердце, страх Надежда в то, что время лечит Мы под огнем курок сведем И каждый верят, что он вечен Не нужно путать доброту С тем, что называют слабость Я лучше пулю вопущу Чем жить как все Изображая радость В глазах, пожарах, сердце, страх Надежда в то, что время лечит Мы под огнем курок сведем И каждый верят, что он вечен Что он вечен Что он вечен Что он вечен Настоящее искусство Всегда в той или иной степени Маргинально Или в той или иной степени Андеграундно Или подпольно Даже те Крутые произведения Искусства Которые становятся Общепризнанными Для всего человечества Они все равно Носят на себе Если это настоящее действительно искусство А не какой-то Там Поп-продукт Я имею ввиду Вот Настоящее искусство Всегда носит на себе Какой-то Отпечаток Независимого андеграунда И очень много примеров тому Что при жизни Многие художники Или там Писатели Они просто не были поняты Не были признаны Их время пришло Гораздо позже Чем они жили и творили Несмотря на это Они это понимали И они все равно жили и творили Именно В тот момент В то время Которое им отведено Жить на земле Собственно Другого времени Уже не предоставляется Поэтому надо творить Тогда Когда ты живешь Именно В свое время И Эта песня Здесь Очень подойдет Она называется Подземное время Я так устал Спотыкаться О чужой порог Читая во тебе Номерания Свежих тревог Но я не старый Не новый Не добрый Не злой В какой земле Найду Свой культурный слой В какой стене Появились Новые двери Хватит ли Хватит ли жизни Чтобы чью-то смерть Измерить Но тишина В зеркалах Седая Не место Зачем идти Если не можешь Двинуться С места Куда Ты летишь В отземное Время Забытое Небя На Глязной Сене В какой Старе Мой Род Мое Племя Скажи Я живу Здесь И не меня Стеснят И я целую Ночь Она на вкус Горька И безответно Как слезы В глазах Снега Все рекорья На берег А в небо Весло Куда Под земной Рекой Меня Занесло Куда Он плыл Корабль Ведь На нем Глупцы Откуда Взялись Дети Ведь Мертвы Отцы И если В этой Тьме Ты собрался Вдаль Проверь Какой стороной Надел Медаль Куда Ты летишь В отемное Время Забытое Имя На Квязной Стене В какой Стороне Мой Род Мое Племя Скажи Я живу Здесь Или Меня Здесь Нет Памятник Телу Или Чистый Лист Бумаги Важнее Вкуса Хлеба Только Запах Браги Но Звенья Одной Цепи Мы Выключаем Свет Могила Ви Айби Или В музее Портрет Герои Набросали Контуры Славных Дел Правда Всего Одна А Сколько Мертвых Тел Еще Один Черный Квадрат А За Холстом Стена Какой Нелепый Конец Прекрасного Сна Куда Ты Летишь В Оценное Время Забытое Имя На Грязной Стене В Какой Стороне Мой Род Мое Племя Скажи Я Живу Здесь Или Меня Здесь Нет Вадим Вадим Два Слова Почему Ты участвуешь В соборище Что это для тебя Значит И В принципе Вот сейчас После выступления С такой Мощной энергетикой Традиционной Для электрических Партизан Пару слов О том Что ты чувствуешь Почему Я участвую В концерте В концерте В книге В концерте Я участвую Потому что Я участвую В сборнике А в сборнике Я участвую Потому что Мне предложили И для меня Это Я не так много Печатаюсь Вообще То есть Я вообще Не печатаюсь Я другими делами Занимаюсь Поэтому Для меня Это очень Ценно И важно Что Мои Песни Это песни Не стихи А песни Тексты моих песен Достаточного Уровня Чтобы соседствовать В одной книге С настоящими Поэтами Мне это Конечно Интересно Ты немножко Предвосхитил Мой следующий вопрос Потому что В творческом мире Ты известен Как Очень сильный Музыкант Хороший Талантливый С историей Как Скажем Литературный Деятель Ну вот Поэт Или писатель Литератор Известен В меньшей степени И Как ты сам Полагаешь Во-первых Участие В таком Поэтическом Сборнике Твое Как литератора Это редкое Явление Или нет И во-вторых Ну В музыке Которая В русском Роке Является Совокупностью Музыки И Стихов Для тебя Все-таки Что важнее Музыка Стихи И совокупность Скажи Пару слов В рок-музыке Важен Самое главное Это дух Свободы Но выражаться Он может Различными Средствами Я вот Например Для себя Избрал Такой Жанр Рок-песня Со Смысленными Текстами Я Я Никогда Не считал И не считаю Что я Представитель Именно Литературы Нет Это тексты Песен Но Я считаю Что У каждого Нормального Хорошего И существенного Рок-музыканта Должно быть Хотя бы Несколько Текстов Обязательно В его Репертуаре Которые Сопоставимы С поэзией Если не Являются Таковой Впрямую Но хотя бы Сопоставимы Это очень важный Элемент Вообще Для рок-музыки Для рок-музыки Как я ее понимаю Я например Очень Люблю Разные Жанры Рок-музыкальные И среди Моих Любимых Жанров Есть Такие Рок-артисты Как Например Лу Рид Или Ник Кейф Это как раз Представители Такого Литературизированного Рока Я Именно В таком Жанре Не работаю Это Мне не потянуть Я Все-таки Больше музыкант Наверное Начально Но во многом Я ориентируюсь На тех Людей Которые Поднимают Литературную Планку Рок-музыкальных Текстов Они достаточно Высоко Поднимают Я таких Людей Очень уважаю И стремлюсь На них Ориентироваться В меру Своих Возможностей Что касается Упомянутого Духа свободы Мы с тобой Познакомились Ну правда В одну сторону Когда мне было 14 Тебе 24 Концерт ДДТ В СКК 1988 год Ты соответственно На басу Я под сценой И это было Время Когда ДДТ Давало 3-4-5 Концертов В неделю В СКК Подряд Так мощно Я прекрасно Помню Тот Дух Свободы Рассвет Перестройки Ее конец Перестройка Нервная Вечка Угалстук Кому Петля Как известно Вот Ты-то Как раз Эту самую Свободу Не просто Несешь В себе А толкаешь Как локомотив В электропартизанах Сейчас Это чувствуется И Чувствуется Хорошая энергетика Когда Эта Свобода Из русского Рука По твоему мнению Ушла В постперестрочные Времена Вот Примерно Ты можешь Какую-то Границу Она Она Не ушла Окончательно Но Может быть В какой-то Период Она Перестала Быть Главным Звеном И Я Какие-то Моменты Исторически Не берусь Но Я так Думаю Что Когда Шоу-бизнес Отечественный Стал Прибирать К рукам И Популярную Рок-музыку То Это Конечно И негативные Плоды Какие-то Тоже Дало Что Очень Много Стало Рок-музыкантов Для которых В первую очередь Совсем Другие Ценности Появились У тех Еще Советских И перестроечных Рок-групп Вообще Отсутствовали Напрочь Какие-то Меркантильные Интересы Так скажем Для них Было Главное Играть Музыку Петь Какие-то Важные Слова Даже Мы Когда Начинали Это Все Еще В середине Восемидесятых Не знали Что Как Повернется Колесо Истории Никто Не знал И Мы Об этом Не думали Мы Делали То Что Нам Очень Хотелось Без Чего Мы Не Могли Представить Свою Жизнь Просто Мы Все Работали И Занимались Свободное Риме Рок Музыкой Независимой Вот И Для меня Это так И осталось Каким-то Главным Элементом Этого Жанра И Я Собственно Его И стараюсь Через Всю Жизнь Проносить В разные Периоды Этого Становится То Больше То Опять Поменьше Вот Иногда Мы Электропортизаны Совсем Радикализируемся Это Говорит О том Что Это Значит Наиболее Такой Застойный Вообще Период В музыке Происходит Когда Мы Становимся Очень Радикальны Категорически Но Тем не менее Мы Никогда Не Замыкались На Только На Одном Радикализме Социальном Все Таки Музыканты Люди Искусства В первую очередь Просто Это Искусство Оно Может Служить Так Скажем Младим Целям В обществе А может Его Просто Портить Помогать Разлагать Так Скажем Из Ныне Здравствующих Современных Российских Команд С Хорошим Таким Основательным Корневым Духом Свободы Кого Ты Назвал Кого Будь Может И посоветовал Человеку Которому Сейчас 14 15 17 20 Что Послушать Дело в том Что Вот Совсем Молодежи У них Все Такие Эстетические Ориентиры Свои Что Мне сложно Я не занимаюсь Впрямую Молодежной Именно Такой Музыка Совсем Молодежной И Что-то Там Советовать Молодежи Какие группы Ты слушаешь Из русскоязычных Которые По твоему Мнению С таким Хорошим Духом Свободы Из Русскоязычных Я слушаю Все-таки То Что Я считаю Вообще Самое Самое Главное Самое важное И поэтому Это Наверное Скорее Всего Такие Наши Какие-то Классические Рок-музыканты Типа Егора Летова И Бориса Коренечкова Поэтому Об этом Нет смысла Говорить Потому что Это и так Понятно Вот Что касается Советов Молодежи Я вот Страшно Не люблю Например Участвовать В каких-нибудь Там Жюри Или Мне присылают Часто Вы послушаете Наши комплексные Скажут Дайте совет Я Не могу Я во-первых Не могу Взять на себя Ответственность За то Чтобы кому-то Что-то капать На мозг Вот И я сразу же Вспоминаю себя И например Когда я был В таком возрасте Мне было Абсолютно Неважно И неинтересно Что старшее поколение Мне скажут Что хорошо Что плохо Я сам лучше знал И Молодежь Она всегда Сама Для себя Лучше знает И она В течение Своего Жизненного Опыта Доходит До всего Сама Если это Нормальная Меняемая Хорошая Интеллектуальная Молодежь Никакого смысла Капать на мозг Нет Есть смысл Только Представлять им Например Нашу творческую Информацию То что мы Делаем Мы Это Выкладываем Интернет Всегда Мы Может быть Не имеем Мощных Каких-то Ресурсов Где-то Там Это Все Раскидать Чтобы Сразу Миллионы Услышали Но Мы Свою Каплю В море Культуры И искусства Все-таки Несем Говоря О классике Творчество Миши Барзыкина Вези Горожен Миша Барзыкина Очень Крутой Вообще Персонаж Я Действительно Сильно Уважаю Хотя Мы Может быть По некоторым Социально-политическим Вопросом У нас Немножко С ним Разные Мнения Бывают Но В целом Это круто Что Такой персонаж Сохранивший В себе Вот этот Дух Тоже Протестного Рока Который Который Редко В ком Остался И Мало В ком Возникает В новых Поколениях Миша До сих Пор Творит И себе Не изменяет И он Большой Молодец В этом Хотя Я В некоторых Вопросах С ним Поспорил Например Я Очень Антикапиталистические Настроения В моей Душе Всегда И Я Ужасную Демократию Я ее Как бы Не воспринимаю Как Пример Справедливого Общества Я Не Симпатизирую Либеральной Оппозиции Например Вот Ну Я Анархист Вообще По Убеждениям И По Духу Многие Мои Друзья Товарищи Там Только Миша Барзыкин Например Миша Надицкий Он Тоже Скорее К Демократическому Обществу Склонен Не К Левому Анархизму Как я Вот Ну И вообще У нас Бывает Ну Вот Я еще Сотрудничаю С группой Разные Люди Там Много Нет Некоторым Непонятно Говорят Что Как Как Это Вот Саша Чернецкий Советский Патриотический За СССР Топит И так далее Братан Вернулся Из зоны Как бы Да Почему Ты вот С ним Ну Я всегда Говорю Что А почему Я не могу Быть С ним У меня Мы Музыканты Я Такой Тезис Даже Придумал Что Мне Иногда Кажется Что Музыканты Наиболее Вменяемая Часть Общества Потому Что Несмотря На Расхождение Во взглядах Социально Политических Они могут Они не только Не убивают Друг друга Они даже Могут Что-то вместе Творить Создавать Создавать И по-моему Это круто Я думаю Что Всему Обществу Стоило Б В этом Смысле Больше Брать Пример С Рок Музыкантов Возвращаясь К теме Поэзии Высокой Поэзии Крутой Поэзии В свое время Во времена Руменштейна 13 Рассвета Были условно Названы Пожалуй Двумя Самыми Крутыми Поэтами Рок Поэтами Майк Науменко И Миша Барзыкина На мой взгляд Вполне Заслуженно Понятно Что Боря Горячков Стоит Немножко Отдельно И Юра Шевчук И так далее Но Вот У Миши Барзыкина На мой взгляд Если Оставить Немножечко В стороне Политичность И остросоциальность Одна из Самых лучших Таких Романтик И городских Тем В песнях Особенно В самом начале Вот Что ты думаешь Об этом Тебе близко Это Или Все-таки Когда Скажем Такой Остросоциальный Барзыкин Рубит Правду Матку В хорошей Поэтической Форме Это Наверное Как бы Более актуально Более интересно Как ты Сам Боряч Ну Если это актуально То это круто Но это не значит Что ничего другого Не должно быть Есть Просто ряд авторов Которые Культивируют пошлость В культуре И вот это плохо А если автор Достаточно Художественного уровня Произведение Создает Даже если Они там Раздолбать Рук-н-ролл Как там У Майка И Майк много Переводных песен Да Испал Много переводил Но это было круто Потому что Он На Почву русской Культуры Переносил Дух и юмор Рук-н-ролла Это ему удалось Это Я бы Если бы не Майк Я бы никогда Булурина не начал Слушаться Вот Кстати Он еще Нес в себе Такой Заряд Популяризации Хорошей культуры Гениальный переводчик Вообщем-то Слушай А что касается Еще высокой поэзии Действительно И уж Сто процентное Отсутствие пошлости А когда ты познакомился С Костей Арбениным? Ну Лично Я с ним познакомился Гораздо позже Чем познакомился С его Творчеством Хотя Ну так Где-то мы там Немножко пересекались Видимо Димой Звей записывал Один или два Альбома На студии ДДТ Еще Во второй половине 90-х Годов Юра тогда еще Сказал про Костю Что Я первый раз Услышал И думаю Ну Талантливый Насчитанный парень Да У Костя На этом Вообще Много Было построено Особенно В тот Первый период Подчеркнутой Литературности Много отсылок Разным Хорошим Литературным авторам Цитаты Вот И Возможно Благодаря тому Что они На нашей студии Записывались Мне это Как-то там Попало В руки Не раз И не два Я Прислушался Музыкальная стилистика Не очень Близка Мне была Тем не менее Я что-то Главное Оттуда Услышал Все-таки И Зимой В Звере Стал Одной Из моих Любимых Российских Друг Из того Периода Вот И В общем-то Я еще В те времена Думал Что Я бы не отказался Им помочь Вот как-то По музыке Потому что Мне кажется Немножко им В сторону Рока Хорошо бы Конечно Я с тобой В этом плане Полностью согласен И Новейшая Хронология Прекрасная Программа Отличный Альбом В котором Тебе удалось Это сделать Во многом Вот Представляешь Сколько лет Прошло Как бы Такие Какие-то Вещи Важные Которые У нас В душе Или в подсознании Как-то Действуют Видимо Потому что Они Очень часто Воплощаются Даже Уже Когда Тука Дальше Сейчас Костя На Даче Так Сказ Соборище В том числе Закрывает Некий Такой Сезон Новый Сезон Если Можно Так Говорить Новый Рок-н-ролль Сезон Хотя Рок-н-ролл Никогда Не прекращается Так Активно Начнется Видимо В августе В сентябре А у Зимовья Зверей С тобой В составе Какие-то Есть Следующие Планы Что Называется Дальше Или Пока Вы Некую Такую Черточку Прокурировали Мы записали Альбом Сыграли Некоторые Концерты Так Скажем Это Была Презентация Альбома И Одновременно Такого Возвращения Зимовья Зверей В электричестве На Большую Сцену У Кости А сейчас Осенью Наверное Мы Что-то Будем У нас Еще Есть Планы У нас С Костей Еще Есть Такой Проект Не Зимой Зверей А Двое В городе Это Мы Там Авторский Дуэт Исполняем Вместе Песни Друг Друга Двое Дуэтом Вот И Этот Двое В городе У нас По-моему Уже Летом Будет Продолжаться В августе В Москве Программа Ну а дальше Ну не знаю Посмотрим Ничего Я не люблю Так Зарекаться Там Как Я прошел Программу Анонимных Алкоголиков И там Есть Такое Правило Что Нельзя Говорить Что Я Не Буду Никогда Пить Больше Это Самое Неправильное Действие Нельзя Клясться У них Правило Такое Сегодня Я Не Пью А Завтра Ну Посмотрим Поэтому И многие люди Не пьют Вот я Например Уже Больше Двух Десятков Вет В трезвом Виде Пребываю Поэтому Я зарекаться Ни о чем Не люблю Вот Сегодня Мы Играем Вместе И За это Нам Всем Спасибо Ну что же Владимир Тебе Огромное Спасибо И за Очередное Выступление За Феноменальную Активность Электропартизан Потому что Выступаете Вы много Выступаете По возможности Я так понимаю В самых разных Местах Где Ближайшие Концерты Вот У нас Только Сейчас Концерты Отгремели Вчера И позавчера В Новгороде В Выборге А теперь Мы В течение лета На каких-то Фестивалях Будем Играть В области Здесь будет Как вам назвать В Невской Тубровке В Невской Тубровке 19 Трасса 148 19 июля Мы там В СССР Возможно Будем И Я Музыканты Нашей группы Поляна Они очень хорошо Знают Электропартизаны И Мне Почти на каждой Репетиции Задается Один тот же Опас Почему Их не Разогреваем Вот Надо подумать Об этом Вопросе Вадим Огромное спасибо За уделенное время Уделенное внимание Тебе спасибо Да Шел последний год Этой страшной Этой страшной войны Больше звезд Больше звезд Только острова Сломанных берез Только океан Боля И Тосни Нету Больше Зла Все Не Пусти Враг Больше Не враг Стало Все Разогреваем Летят Орлы Против Тебя Верно Так Обычно Смерть Сталые Ручьи Кроме На суднах Черствые Харчи Смерть 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 Встанем У ворот Распахнем Окно Пыли Летом И Что это За зло Что Сподвило Лезь За чужой Плетень Как Себе Смотреть На Возах Детей О последних Днях Помолись Обрат Обернется Вам Сторится И Сто Крат Все Наше Ура Весь Этот Парад Научи Бежить Окунулись В А Бежать Окунулись 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 Возьмем Сирпез И Сургой Наш Последний Вой Ветер Вез Боля Мой Протяжный Вой На Коленях Брат Попроси Отца Откучала Вся Песня Вер Лица Больше Никогда Больше Никогда Больше Никогда Больше Никогда Больше никогда Субтитры создавал DimaTorzok Больше никогда